Работает информационная служба РТВА и в студии Сергей Кения. Здравствуйте и сейчас в мире. Плода овощная политика. Россия запретила поставки на свой рынок сельскохозяйственной продукции из США, а также ввела запрет на импорт фруктов и овощей из ЕС. Москва выбрала жесткую линию в ответ на санкции Запада, введенные из-за украинского кризиса. Эксперты отмечают, что в случае применения столь масштабных мер удар по европейским и американским экспортерам сельхозпродукции и продовольствия окажется очень мощным. Однако такие меры могут также еще больше усилить инфляцию в России и даже вызвать дефицит некоторых товаров. За ситуацией следит мой коллега Владимир Данянц. Москва обнародовала свой черный список. В нем указано, какие именно продукты из-за рубежа попадут под запрет согласно распоряжению, отданному президентом Владимиром Путиным. По словам экономистов, такой сценарий нанесет значительный ущерб сельскохозяйственным странам-экспортерам. Россия – самый крупный рынок для фруктов и овощей из Евросоюза. Объем продаж – 2 миллиарда евро в год. И второй – повлечение рынок для американской птицы. На радикальные шаги Москвы уже отреагировали в Брюсселе. «Еврокомиссия изучит постановление правительства России о введении торговых ограничений в отношении Евросоюза и оставляет за собой право отреагировать на эти меры надлежащим образом. Очевидно, что это решение политически мотивировано». Но есть и обратная сторона медали. Более 40% потребляемого в России продовольствия является импортным. И компании розничной торговли уверяют, что быстро переключиться на внутренние источники невозможно. Масштабные запреты на импорт продовольствия могут привести к усилению инфляции, которая за первую половину текущего года составила около 8%. Аналитики отмечают, ограничения на импорт активно расширяются с тех пор, как ЕС и США обвинили пророссийских повстанцев в том, что они сбили в небе над Восточной Украиной самолет малазийских авиалиний. Теперь же, согласно новому указу президента Путина, Москве больше не придется объяснять запреты на импорт продовольствия нарушениями санитарно-гигиенических норм. «Запрет на импорт продовольствия на санитарно-гигиенических основаниях — это любимый инструмент российского правительства. Оно выступает с критикой западных санкций, называя их нарушением правил свободной торговли. А создав не имеющие отношения к пошлинам торговый барьер такого рода, правительство с легкостью может заявить, что оно выполняет правила ВТО и никому не мстит. Но ему надо действовать очень внимательно, чтобы не спровоцировать скачок цен на продовольствие, поскольку это подорвет доверие народа к правительству, утверждающему, что санкции — это ерунда». По словам экономистов, именно введенный в этом году запрет на импорт свинины из Е стал одной из главных причин скачка продовольственных цен и роста инфляции до 7,9%. Увеличение цен также демонстрирует трудности, возникающие у России в ее действиях по экспортозамещению. Имея обширные площади пахотных земель, страна может стать чистым экспортером продовольствия, однако после распада Советского Союза в России отсутствует политика поощрения инвестиций в сельское хозяйство. А из-за этого данная отрасль остается разрозненной, недооснащенной и слабой в финансовом отношении. При этом аналитики отмечают, применение экономического оружия в виде санкций может негативно повлиять на все долгосрочные стратегии экономического развития, как России, так и Запада. А ухудшением российско-американских отношений может воспользоваться Китай. Американское издание National Interest считает, наиболее разумным для Запада, в частности для США, будет отказаться от напряженных усилий, направленных на изоляцию России, и просчитать, как изменится международная обстановка в ближайшие десятилетия, если Москва и Вашингтон станут непримиримыми врагами. Владимир Унанянц, RTVI Обладателю богатой коллекции компроматов на Америку продлили срок пребывания в России. Эксотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, разоблачивший спецслужбы США, может остаться в стране, где ему было предоставлено временное убежище еще на три года. С оформлением вида на жительство ему будет предоставлено и больше свободы в передвижении. По словам адвоката Анатолия Кучерены, бывший агент сможет покидать Россию на срок, не превышающий три месяца. А через пять лет беглый американец может претендовать уже и на получение российского гражданства. Речи о предоставлении Сноудену политического убежища не идет, на всякий случай уточнил Кучерена. В будущем сам Эдвард будет принимать решение, останется ли он дальше будет проживать и получать гражданство России, либо он со временем уедет в Соединенные Штаты Америки. Кстати, в настоящее время Анатолий Кучерена пишет книгу о бывшем сотруднике ЦРУ. Правда, хоть она и содержит факты из биографии Сноудена, это будет не документальный, а художественный роман. Американский режиссер Оливер Стоун уже выкупил права на экранизацию произведения. Майдан незалежности снова выстоял. Утренняя попытка киевских коммунальщиков очистить центральную площадь города от баррикад и палаток не увенчалась успехом. Активисты Евромайдана дали отпор сотрудникам мэрии, милиционерам и пожарным. Вспыхнули беспорядки, в столкновениях пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов. После отбитой атаки активисты стали укреплять старые и строить новые баррикады. Сегодня вечером они планируют созвать очередное народное вече. Намерение властей демонтировать палаточный городок его обитатели расценивают как попытку внутреннего переворота. Напомню, Майдан был занят сторонниками евроинтеграции 21 ноября прошлого года. После смены власти в участники протестного движения отказались покидать площадь. Это предательство. Предательство Майдана, предательство революции, что это хотят реконструировать власть Януковича. Мне мешает то, что коррупция везде. Мне мешает, что я не могу обратиться в милицию, потому что я не знаю, я буду жертвой потом этой милиции или нет, защищать мои права. Мне мешает, что депутаты бездействуют, что они могут себе позволить просто развернуться и уйти, заниматься своими делами, когда у нас на Востоке просто идет война. Это мне мешает. А то, что люди высказывают свое мнение таким образом, мне это абсолютно не мешает. Европа готова восстановить сектор газа. Великобритания, Германия и Франция ознакомили Израиль с проектом, предусматривающим реконструкцию палестинского анклава, разрушенного в ходе операции «Нерушимая скала». В документе говорится о необходимости создания механизма, препятствующего контрабанде запрещенных материалов в газу. Должны быть получены гарантии того, что цемент и бетон не попадут в руки боевиков, а будут использованы лишь для строительства гражданских объектов. Еще один пункт документа – политически европейцы выступают за возвращение сектора под контроль палестинской администрации во главе с Махмудом Аббасом. В настоящее время, напомню, анклав контролируется группировкой «Хамас». И на этом у меня все о развитии событий в следующих выпусках у моих коллег. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok